Итак, вопрос по поводу предотвращения техногенных катастроф в будущем. Что касается техногенных катастроф... Тише, тише, тише. Давайте уважать кандидатов. Мы выслушали одного, давайте послушаем второго. У меня сесть на место. Могу отвечать? Да, пожалуйста, отвечайте. Что касается техногенных катастроф на территории города Берска, их прогнозировать, конечно, невозможно. Безусловно. Значит, что для этого нужно сделать? Первое. Нужно обязательно сделать урок из этой ситуации. Берская подстанция принадлежит региональным энергетическим сетям. Она не муниципальная подстанция, но мы от нее очень сильно зависим. Город Берск в частности. В частности, к ней подключена котельная Берского электромеханического завода. Обязательно нужно, обязательно нужно тщательный анализ провести вот этого всего, что произошло, и он будет точно проведен. Я уже об этом вам говорил. И обязательно нужно систему оповещения сделать какую-то другую. В первые минуты там и так далее была некая паника у жителей, потому что вот, ну, все подумали, что кто-то что-то взорвал и так далее, и так далее. Поэтому, ну, я тогда должен время продолжать. Поэтому это вот что нужно сделать в первую очередь. И что еще необходимо сделать в самое ближайшее время муниципальному образованию? Обеспечить все условия для того, чтобы в 2012 году началось строительство подстанции коммунальная, которая забита в плане социально-экономического развития Новосибирской области. Очень серьезная подстанция стоимостью 2,2 миллиарда рублей, которая будет строиться в районе гиганта. Вот если построить ее Сибирь Энерго, а мы им быстро поможем землю туда подвезти, вместе выделить участок земли, воду туда и так далее, коммуникации, чтобы они быстро строили, мы себя энергетически обезопасим на несколько десятков лет. К нам с большим удовольствием едут инвесторы и хотят у нас работать. У нас место географически красивое. Федеральная трасса, железная дорога, вода. Ну вот если мы эту подстанцию построим, вернее заставим, попросим, способствовать будем, вот это будет энергобезопасность. Морозовская подстанция в этом году проектироваться начнется. И в 2012 году она будет строиться за селом Морозово из Китимского района. И новый поселок, поселок Кирово. И Речкуновская зона будет переключена на эту подстанцию. Порядка 2,5 мегаватт от Берской высвободится. И мы их пустим на дальнейшее развитие города Берска. Вот это все, что касается энергобезопасности. Спасибо. Ну а политики разговаривают на городских выборах практически бессмысленно. У меня вопрос к обоим кандидатам. Каким образом все же поднять уровень берского здравоохранения? На практике мы побывали на встречах у всех кандидатов. Это очень волнует избирателей. От мала до велика. Как нам поднять уровень здравоохранения в городе Берске? Пожалуйста, Игорь Николаевич. Вы знаете, очень часто на улицах, вот общаясь с людьми, примерно такие формулировки слышны. На самом деле есть проблема. Есть проблема с экономией денег на здоровье наших граждан. На здоровье наших берчан. Наиболее остро она проявилась в Новосибирске, когда погиб мальчик. Помните, да, эту ситуацию? Мальчика возила скорая помощь, возила по пробкам, не довезла до детской больницы, где была реанимация, и он погиб. И только тогда все похватились. Что произошло? А произошло очень просто. С этой оптимизацией, с этой экономией денег на содержание медицины. Доигрались, сделали детский реанимационный центр в Новосибирске в одном месте, и все. И все. Это, это, в Берске ситуация похожая. Все начинается с экономии. С экономии, почему исчезают у нас специалисты? Специалисты исчезли с микрорайона, потом специалисты непонятным образом исчезают из центральной больницы. Все это план одной программы. Это экономия на здоровье наших граждан. На самом деле, я считаю, что не нужно здесь экономить на здоровье. Нужно просто внимательно подойти. В последнее время социальные все льготы урезаются и урезаются дальше. Медицина становится платной, образование становится платным. Этот процесс неправильный. Здесь нужно что-то менять. И вот с этой экономией на специалиста нужно заканчивать. Специалисты должны быть и в микрорайоне, и в центральной больнице. И жители должны спокойно, без очередей, без нервотрепки приходить туда, записываться и лечиться. И качество здоровья тоже нужно повышать. Здесь могут быть проблемы с финансированием из области, но невозможных вещей нет. Все их можно решать. Нужно только правильно подойти, иметь волю, чистую голову и, в общем, честное имя. Спасибо. Спасибо, Олег Николаевич. Мы хотим настаивать на своем программном изложении материала, что в Берске необходимо все-таки построить новый стационар в районе Бензовской поликлиники. Исторически три куста в Берске, так называемых, у каждого завода были свои больницы. Ну, медицинские учреждения, как и школы, как и детские сады. Я знаю, что на Бензове было девять детских садов. Теперь они все у нас. Значит, необходимо все-таки пробить этот вопрос по строительству от этого корпуса на 260 коек. И, скорее всего, может быть, перевести отделение, которое на Попово, сюда, в этот корпус. Вот это вот тоже очень серьезная задача. Я считаю, что если мы в ближайшее время это сделаем, мы значительно улучшим. Мы сэкономим средства даже элементарно на передвижении транспорта между этими тремя участками в городе Берске. Там действительно расходы. Ну, бензин и так далее, износ шин и так далее, и так далее. Я уже говорил по программе модернизации здравоохранения, что нас ждет в этом году. Минимум 65 миллионов рублей. Это точно. Но я точно уверен, что их будет больше. Это невозможно сделать, к сожалению, в один год. Очень все уже старое. К этому очень долго мы относились немножко, так скажем, не совсем правильно. Очереди можно убрать двумя путями. Первое, первое, это предоставить этим узким специалистам служебное жилье. Я вам обещаю, что мы начнем строительство бюджетного дома в городе Берске. Мы не будем покупать там по 30 тысяч квадратный метр. Мы будем его покупать по себестоимости. Предварительная договоренность с двумя основными застройщиками уже есть. Мы теперь торгуемся место и так далее, и так далее. Но дом строить надо. Средний возраст работников здравоохранения и работников образования, ну, там, в основном, женщин, ну, извините, 48 с половиной лет. Поэтому это очень серьезная необходимость. И это я точно буду делать. Это конкретно, что я буду делать в первое время. Спасибо. Последний вопрос от ведущего. У меня вопрос к обоим кандидатам. Какой самый острый, самый болезненный, по вашему мнению, вопрос вам задавался на ваших встречах с избирателями? Пожалуйста, Илья Николаевич. Один из таких болезненных вопросов, это про детские сады. Я уже говорил, и на некоторых примерах можно показать, что эту проблему решать можно. Если строится новый микрорайон, то можно правильно создать обременение для застройщика, чтобы там был и детский сад, и благоустройство правильное, и все социальные магазины, и другие объекты. Если есть свободные помещения в школах, то значит, можно небольшими силами, небольшими затратами подготовить их к СНИПам, подготовить к требованиям и туда вводить детишек. Ну, и самое последнее, это действительно набирает силу движение, это движение компенсаций. Компенсации родителям, дети которых не смогли попасть в детский сад. Вот, оно уже реализовано в Новосибирске и может быть реализовано в Бердске, и тогда в Бердске появятся частные детские садики. Если правильно подойти к этой проблеме, ее можно решить, и тогда в Бердске начнется и бум, мы перевалим за 100-тысячный порог, станем более крупным городом, получим более крупные программы. В общем, у Бердска есть хорошие перспективы. Пожалуйста, Владимир Викторович, вам слово. Более 300 встреч я провел с жителями, я уже говорил, с коллективами города Бердска. Есть некий блок вопросов, которые задают практически все жители, все избиратели. Я бы поставил на первое место, ну, первое-второе, это тарифы жилищно-коммунального хозяйства. Самый-самый, если задаваемый вопрос. Сейчас, секундочку, пожалуйста. Ну, если вопрос был задан, какой острый вопрос, жилищно-коммунальное хозяйство. Нет, вот 8-10 вопросов таких вот блоковых, ну, самый острый, все-таки, наверное, он, так скажем, 55 на 45, 45 здравоохранения, 55 жилищно-коммунальное хозяйство. Спасибо. Вам сказать, что не нужно опаздывать. Мы договорились со всей аудиторией, что на вопросы, на записки мы не отвечаем, чтобы не было наведенных вопросов из зала. Я отдам Илье Николаевичу, я одну записку, а вот и вторую. Секундочку, второй момент. Значит, мы сейчас, я обязательно передам никаких тарифов. Второй вопрос. Значит, мы договорились с Ильей Николаевичем, что в связи с тем, что Владимиру Викторовичу Штопу было задано около 20 вопросов. Илья Николаевич, Илья Николаевич, вы в своей программе пишите, что, значит, вы будете бороться с, значит, и контролировать строго рост жилищных тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство. Отсюда следует вопрос. Скажите, пожалуйста, значит, как вы это дело видите, какую бы эту контролирующую такую структуру видите по контролю над предприятиями, ГУРМА, ЖКК и так дальше, и из каких средств финансирования эта структура, так будем называть, фискальная независимая, будет существовать? Да, я отвечу. Действительно, не только контроль за тарифами, но и контроль за всей деятельностью в сфере ЖКХ был в моей программе. Но начать можно с тарифов. Все вы знаете, что тепловая энергия в городе Бердске дороже, чем в Новосибирске. А тепловая энергия входит в наш тариф практически процентов на 70, на 70-80 процентов стоимости. Этим параметром можно управлять. И он формируется, он утверждается областной комиссией, но он защищается в областной комиссии нашими теплогенерирующими компаниями, куда они закладывают некие свои издержки. Вот контролировать этот тариф можно, вникая, какие же все-таки издержки закладываются нашими компаниями. Топливо у нас дороже или инфраструктура слишком дырявая. Все это нужно проверить и понять. На мой взгляд, можно этот тариф сократить и в дальнейшем его спокойно контролировать. Второе, сфера ЖКХ у нас достаточно непрозрачная. И сами жители, не скрою, не умеют ее контролировать, не умеют выспросить с управляющей компанией, где-то нужна помощь власти для того, чтобы разобраться, что на самом деле делает управляющая компания и что же могут сделать и потребовать жители. В этом моменте не только какие-то контрольные мероприятия, но еще и юридические консультационные мероприятия могут помочь жителям лучше самим справляться. Самим справляться с ЖКХ, с их работами произведенными. Сюда же входит капитальный ремонт. С капитальным ремонтом тоже нужно помогать жителям, потому что по прошлому году в программу капитального ремонта помещались совсем не старые дома. Были дома, которые требовали в большей степени ремонта. Управляющие компании с радостью часть этой обузы взвесят на самих жильцов. Что это означает? Вот в разговоре с одним из руководителей... Три минуты, Илья Николаевич. Пожалуйста, три минуты на открытую. Второе, какие средства, это структурно финансировать. Что вы тут рассказываете, мемориум какие-то, они ответы конкретные. Хорошо. Я вам отвечу. Средства на контроль могут быть найдены и в самом бюджете, но может быть привлечена и внешняя контора аудиторская, которая может за счет привлеченных средств спокойно работать. Средства на контроль, чтобы сделать расходование бюджетных денег эффективным, мы найдем. Найти их несложно. Это не такие астрономические суммы. Спасибо. Секундочку вопрос, понятно. Секунду, секунду. В нашем городе не употреблять в своих ответах слова «у нас». У нас это пока горчане войдет, говорит. Вы живете, как один городок. Это горчан. Это неправда. Я житель Бердска уже 8 лет. Все мои дети родились в городе Бердске, поэтому не распространять бары и страшила, которые не соответствуют. Замечательно. Процесс.